Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас на студии хабилитированный доктор наук, профессор Балтийской международной академии, Валерий Никифоров, Валерий Евгеньевич, добрый вечер. Добрый день. Да, вот интересно, что так совпало. Бывает же, что именно в четверг, и как раз сегодня, третий четверг ноября, традиционно отмечается как День философии. И с одной стороны понятно, что это, ну, да, я бы не сказал, что это праздник, это такая памятная дата, возможность взглянуть на философию не только как науку, а вообще вот как понимание бытия и существования в нем. Но в этом году мы живем в такое время, когда вообще кто-то может сказать, что с одной стороны вроде не до философии, а с другой стороны очень много людей, глядя вот на эти страшные цифры, как с полей сражений, вот зараженных ковидом, начинают уже действительно задаваться такими экзистенциальными вопросами вообще, где мы, что мы, что с нами будет, и правильно ли мы жили до сих пор, и как мы будем жить после этого. Поскольку вы являетесь одним из руководителей Балтийской международной академии, то вы уже ощутили все перемены на себе, я имею в виду удаленное обучение, удаленное преподавание. Это уже без всякой философии, вот это уже, правда, жизни она случилась. Вот, может быть, через призму, вот, есть место для философии, вот, в наше такое время очень тревожное, совершенно время такой неизвестности? Ну, бесспорно, это время есть. Более того, что в определенном смысле это время как раз благоприятно для того, чтобы попытаться осмыслить вообще вот то бытие, то сумасшествие современного мира, которое существует вот в это время, в которое мы живем. Ну, вот пандемия, которая, вообще-то, действительно всех нас касается, всех нас волнует. Не случайно Международная организация «Заврагнение» это назвала именно пандемией, то есть такой глобальной эпидемией, а не просто эпидемией. И действительно, вы знаете, вот в статемидесяти странах мира это привело к изменению, причем к существенному изменению, например, порядка обучения в университетах. Так что, в общем-то, есть что осмысливать, а следовательно нужно осмыслить. Ну, с точки зрения философии, которая утверждает, что всё имеющее начало, что угодно, государство, семья, частная собственность, рано или поздно имеет и конец. Ну, и наш эмпирический опыт подтверждает то, что действительно всё, что возникает, рано или поздно исчезает. Наверное, это в полной мере относится к этому явлению, которое мы называем пандемией COVID-19. То есть, в принципе, мы надеемся, что рано или поздно человечество с этим справится. Да. Дум спирос перво, как говорят философы и юристы. Пока дышим, надеемся. Поэтому всё это пройдёт. Но, знаете, ещё один из философских принципов. Мир устроен так, что в нём ничего не бывает, только хорошего или только плохого. Во всяком самом прекрасном есть негатив, и в самом отрицательном есть какой-то позитив. И даже пандемия, знаете, имеет и определённые позитивные следствия. Вот, например, университеты многих стран мира постепенно, неиспешно готовились вообще-то к виртуальному обучению, в смысле расширяли использование компьютерных технологий. А ваш вуз давно, я помню, проводил даже эти гостевые лекции с филиалами, правильно? Да, 15-20 лет. До этого мы уже начали готовить контент к виде курсов конспектов, которые сначала тиражировали в важной форме. А теперь уже всё только виртуально, да? А, вот пандемия всех заставила в ускоренем темпе довести это до рабочего состояния, до того, что можно тотально применять. Тем более, что, видите, удалённое же обучение стало глобальным, как и эта эпидемия. И, конечно, проблем возникло очень много. Но ко всему действительно лучше относиться философски. Всё проходит, как говорил Соломон, пройдёт и это, да? Да, это то. Если мы говорим вообще о философии как науке, вот она вообще претерпевает изменения? Потому что, ну, может быть, те, кому читали курс философии, таких, я думаю, большинство тех людей, которые с высшим образованием, даже если, как мы говорим, они технари, всё равно, наверное, какой-то курс философии они проходили, пускай бегло, но какое-то представление о философии как науке имеют. Она вообще претерпевает изменения? Да, конечно. Причём, знаете, вот этот темп изменений с течением не нарастает. Обычно считают, что философия существует по крайней 2,5 тысячи лет, но, как всё, на первом этапе эти изменения были медленными и постепенными. Ну, например, античная философия – это несколько веков, и, тем не менее, в общем-то, античные философы, в общем-то, работали приблизительно в рамках одной парадигмы. Что касается современных изменений, то их скорость, конечно, значительно более высокая. Вот, например, только в 20 веке возникло такое число разных философских концепций, подходов – эксистенциализм, позитивизм, неопозимист, логический позитивизм и так далее, и так далее. Что, в общем-то, то, что имеют место изменения, бесспорно, бесспорно. А именно? И, естественно, в современной философии, если, допустим, античная возникала, возникла до возникновения науки, потому что в современном смысле слова наука возникла только в новое время, в 16-17 веках. Так, новое знание, да. Да, как система определенных принципов познания мира с тем, чтобы гарантированно получить истинное знание о мире. Так вот, если философия возникла до науки, и в определенном смысле наука отпочковалась от философии, то сейчас вообще-то всякое, сколь-либо серьезное, претендующее на истинное описание мира, нашего места в этом мире и так далее, любая философская концепция с необходимостью должна опираться на данные науки. Прогресс в науке тоже оказывает изменения в философских подходах и концепциях. Значит ли это, что философия, ну, не является такой чисто теоретической наукой, она имеет какое-то практически дальнейшее применение? Ну, знаете, здесь можно ответить словами одного классика науки. Да. Нет ничего практичнее хорошей теории. Поэтому любая в том числе и философская теория, естественно, практически значима. Вы знаете, для практики важно, чтобы знание, безразлично, какой характер оно носит, конкретно научный или философский, главное, чтобы оно было истинным, потому что практическому успеху может привести только использование истинных знаний. Заблуждения могут дать субъективный выигрыш на какое-то время, но реально они всё-таки не могут привести к успеху. И в этом смысле, ну, более того, сейчас, например, в философии многие философы подразделяют на теоретическую философию и практическую, как ни странно. Если вот мы говорим действительно о нашем времени и о современных философских концепциях, что это? Эти философские концепции становятся, не знаю, всё более, не знаю, удручающими, пессимистическими, не только в свете пандемии, потому что вот когда начинаешь анализировать, очень часто же мы говорим друг другу, куда катится мир, да, потому что мы видим, что меняется всё, я не хочу сейчас совсем ударяться во все темы, но мы же видим, что даже меняется, я не хочу сказать, что это правильно, это, наверное, тема отдельного разговора, меняется даже представление о семье, мы знаем, в свете разных, так сказать, разных концепций и толерантности и так далее, уже говорят о том, что вот семья в традиционном понимании, не знаю, как союз мужчины и женщины, в семье, в которой рождаются дети, это всё уже устоявшее понятие, оно пускай будет, говорят нам многие, ну, не философы, а даже политики, а вот теперь есть другая семья, вот с кем хочешь, так сказать, там, с тем живёшь, да, и так далее. Ну, знаете, хорошо, давайте вот этот конкретный пример рассмотрим. Вот понимаете, оставим то, что говорят политики, как с позиции философии, понимаемой как наука. Мир противоречив по своей природе. Противоречие, как единство двух противоположств, заложено в основу самого мира, начиная с того, что атом – это система, состоящая из разных заряженных элементов. И построить атом, состоящий, хотя существует антиатом, и существует антиматерия, но создать атом из одинаково заряженных, например, элементарных частиц, как устойчивую систему, в принципе, невозможно. Двуполая система всего живого, она тоже лежит в основе существования жизни. Почему? Потому что двуполая система позволяет популяции живого четко регулировать свой количественный и качественный состав. Вот почему сильный пол мужские особи, как всегда, называют слабым полом? Ну, потому что мужские особи в живом мире обычно больше болеют, раньше умирают, больше подвержены последствиям всяких катаклизмов, несчастных случаев, войн и так далее, и так далее. Почему это происходит? Потому что количество популяций определяется не мужскими, а женскими особями. А вот качество популяции определяется как раз мужскими особями. И вот этот баланс, вот заметьте, никто же еще не объяснил такой феномен. Как? В статистиках показывает, что перед большими войнами доля мальчиков при рождении увеличивается по отношению к доле девочек. Обычный стандарт – 106 мальчиков на 100 рождаемых девочек. Но и перед Первой и Второй мировой войной статистики зафиксировали некий рост. Почти мистика. Мистика, да. Да, почти мистика, понимаете? Но статистика. Так вот, поэтому, ну, знаете, нужно же четко разделять объективную реальность, наше представление и желание того, какой мы хотим ее видеть и иметь. Извините, есть мир вещей, моря, поля, леса, горы, автомобили и прочее, что мы создаем, которые вне нас и не зависят от нас. И есть наше представление об окружающем мире. Оно может соответствовать, а может не соответствовать. И есть наши пожелания. Но наши пожелания же не определяются, как сказать, не определяют, не детерминируют объективные процессы реальности. Поэтому мы можем желать что угодно, но реализовать мы можем лишь то, что объективно возможно. В науке существует огромное число законов, как системы иерархически упорядоченного истинного знания и так далее. Но существуют законы, которые описывают то, что можно в этой реальности. И существуют законы запрета. Например, закон абсолютно нуля, минус 273 по Цельсию. Закон сохраняет превращение энергии. Конечность скорости взаимодействия. С, как скорость света в вакууме. Которые говорят, что да, в этом мире многое возможно. Но когда что-то возможно, то это означает, что существует то, что в принципе невозможно. И вот, понимаете, эти законы запрета тоже необходимо учитывать. То есть нельзя думать, что мы, конечно, человеческий разум – мощная сила, позволяющая не только адаптироваться к этому миру, но и менять его. Но не всё мы можем реализовать из того, что нам хочется. Поэтому мы можем фантазировать по поводу чего угодно, в том числе и семьи, что угодно, но при этом не должны забывать вот этих объективных оснований, которые лежат у вас. Да. Хорошо. Тогда такой вопрос, может быть, задам. Возвращаясь, опять-таки, может быть, к дню философии. Современные философы, они сейчас что пытаются понять? Они пытаются понять те изменения, которые происходят, именно сегодня и сейчас, что называется? Или они пытаются, скажем так, обновить те представления о мире, которые были у философов XX века, много было великих людей. Я думаю, вы тоже можете их перечислить. Даже не хватит и пальцев на двух рук, уже не говоря про XIX век и так далее. Вот сейчас современная философия, на ваш взгляд, чем озабочена? Ну, вот смотрите, как обычно разумные люди поступают. Если возникает нечто, что, оказывается, трудно объяснить, то сначала пытаются использовать те знания, истинность которых уже доказана, и с их помощью объяснить этот феномен. Если это не удается, то встает научная проблема, то есть проблема производства нового знания, которое позволит описать, объяснить и даже предсказать соответствующий феномен. Вот те изменения, которые мы наблюдаем. Извините, еще Георг Вильгельн Фридрик Гегель сформулировал три закона, один из которых, помните, называется закон «Отрицание-отрицание». Вы же, Абек, тоже изучали философию, как все, как сказать, имеющие высшее образование. Так вот, в этом своем законе Гегель утверждает, что всякое изменение осуществляется через отрицание. Отрисание в философии понимается очень конкретно, как переход в противоположность, типа капитализм, социализм, социализм, капитализм и так далее. Чёрное, белое, день, ночь. Так вот, всё, всякое изменение идёт через переход в противоположность. В результате двух переходов в противоположность, как вы понимаете, мы возвращаемся к тому же самому, якобы. Но! Мир всё-таки объективно устроен так, что того же самого мы никогда не получаем. наряду с повторением, с движением по кругу, есть и поступательное развитие. Отсюда, вот знаете, помните, популярная модель всякого изменения – спираль. Именно потому, что через два отрицания мы приходим не к тому же самому, а к чему-то изменному. Вот приведу очень простой пример. Вот смотрите, день-ночь, день-ночь. Но 19 ноября 2020 года не такое, как было 19 ноября 2019 года. И 19 ноября 2021 года будет не таким, как 19 ноября 2020 года. Не таким даже по длине суток. Потому что… То есть возврата к прошлому практически нет, если так говорить философски, да? Наряду с возвратом есть всегда… Что-то новое, какие-то изменения. Так вот, уже этот закон нам позволяет понять, что, например, после пандемии… Вот, я сейчас к этому и веду. …в сфере образования мы не вернёмся точно к тому же, что было до неё. То есть, значит ли это что? Ну, так вот, препарируя вот этот тезис, что вот не может быть так, что закончилась пандемия, условно говоря, там, не знаю, какого-то числа такого-то месяца, не знаю, марте, в апреле, значит, и вы приходите к студентам, как ни в чём не бывало, начинаете, там, не знаю, читать им лекцию, они что-то конспектируют. И так происходит, как было, что называется, в мирное время до пандемии. Нет? Не будет, и сейчас это уже об этом пишут, пишет профессора многих университетов мира. А почему? Может быть, наоборот, студенты скажут и преподаватели, что мы соскучились по взаимному общению, ведь вам, как преподавателю, скажем так, старой закалки, тоже, наверное, приятнее было, удобнее, когда вы видели глаза студентов, когда было такое вот нормальное человеческое общение, да? Да, но смотрите, вот это стопроцентно очное обучение, стопроцентно оффлайн обучение, оно, вообще-то, осуществляется на более узком информационном базе. Понимаете, вас профессор научает только тому, что сам знает и умеет, понимаете? Да, в рамках этого. Да. А у нас существует огромная база данных, например, в том же интернете. Да. И существуют совершенно достаточно разные подходы ко многому. Даже вот к таким фундаментальным вещам, как пониманию природы, пространства и времени. То есть, не просто, что я вещаю, вы записываете и повторяете, да? Поэтому я думаю, что вот это будущее, которое, наверное, разумно называть смешным или гибридным обучением, когда виртуальные технологии будут сочетаться с классическим аудиторным обучением, будет приблизительно выглядеть таким образом. Вот то, что требует понимания, понимание, в первую очередь, основных исходных принципов, нужно преподавать традиционно, очно, аудиторно. А вот, извините, пожалуйста, конкретные детали, технологии, примеры и так далее, это можно делать виртуально, используя компьютерные технологии. Правда, видите, надо ещё научить пониманию того, что получаемая в интернете информация далеко не вся достоверна, научить пониманию того, что любой информационный поиск может быть неполным в той или иной степени и неточным в той или иной мере и так далее. То есть, понимаете, вот само виртуальное обучение выдвигает новые задачи для вот этого очного обучения, становится чрезвычайно важным создать определённую картину мира в сознании обучаемого, потому что сколь-либо эффективный поиск в этом море интернетовской информации возможен только при наличии определённой структуры миропонимания в сознании того, кто информацию ищет. В противном случае усугубится то, что мы уже имеем. Вот мы же говорим, что знания стали фрагментарны. Как сказать, и так далее, и так далее. Поэтому здесь возврата к тому же самому в полной мере, я уверен, точно не будет. Ну и посудите сами, вот исходя нашего личного опыта, когда появилось телевидение, а это было на моей жизни, и вошло в дом многих, мы решили, что кино умерло. Зачем же ходить куда-то, если можно, то же самое видеть, сидя у себя на кухне за рюмочкой кофе. Но новое никогда стопроцентно не отменяет старое. Оно его и изменяет. И телевидение изменило кино. Появление электробритвы изменило. И процесс традиционного брича, и так далее. Поэтому, знаете, вот к этим изменениям, если относиться философски, то уже в философии можно найти море конструктивных подходов. И лишь в случае их недовлетворённости нужно создавать какие-то новые философские миропонимания. Вообще мировоззренческая функция является классической, основной для философии. Выполняет её, правда, не только философия, исторически сначала её выполняла мифология, потом религия, и только в современном мире философия и наука. Но для многих до сих пор религиозная картина мира представляется более ценной, чем, допустим, философская и научная. К сожалению. Да, но вот если мы говорим о философии, кстати говоря, и об таком замечательном предмете, которого вы преподаёте долгие годы, логика, где же, что есть истина? Часто же вы задаёте такой вопрос студентам и объясняете, как на него ответить. Я почему спрашиваю? Поскольку обычно вот такая пандемия, вообще, ну, когда в стране или в мире ситуация становится какой-то необычной, чрезвычайной, стрессовой, то очень часто возникает вопрос, ну, вот, а что есть истина? Я почему говорю? Мы же сейчас с вами что наблюдаем? Вот вы упомянули интернет. Мы же что наблюдаем? Выходят люди, которые, эксперты в данной области. Ну, допустим, в эпидемиологии. И говорят, что вот, ребята, вот так и так. Ну, надо носить маски, надо там, не знаю, два метра держаться друг от друга, потому что вирус имеет какие-то особенности передаваться. Они говорят, условно говоря, с научной точки зрения. Так мы себе можем это представить. Казалось бы, все вроде бы понятно, да, объяснили на всех языках, людям, в том числе, людям, я надеюсь, хоть каким-то уровнем образования. Все-таки у нас в Латвии нельзя сказать, что нет людей образованных, да, и высшее образование есть у многих, да. Казалось бы, все понятно. Вот тебе объяснили истину, как это все происходит, что нужно делать, чтобы, ну, хоть как-то минимально себя защитить. Что мы видим в интернете, и не только, я сейчас не буду говорить про политический процесс, мы видим целую категорию образовалось людей, которые все это отрицают. Говорят, и пандемии нет, и ковид – это выдумка, не знаю, заговор, так сказать, какого-то всемирного правительства, и эти все два метра – это ерунда, а уж маски – это тем более ерунда. Притом это говорят люди с каким-то уровнем образования, в том числе, возможно, и высшим. Что вот с этим делать? Что на сей счет говорит философия? Или это уже к другим специалистам надо обращаться? Нет, ну, проблема истины – классическая философская проблема. В философии есть принцип конкретности истины, суть которого в том, что среди бесконечного числа разных мнений об одном и том же истинам может быть не более одного. Ну, и это, в общем-то, понятно. Например, об этом столе можно высказывать разные суждения, но соответствовать столу будет только какой-то одной из них. Вот это, так называемый, принцип конкретности истины. Но очень многие люди полагают, что истины или вообще не существует. Вот, например, мне часто приходится с этим сталкиваться в беседах с абитуриентами. Или, что истина, знаете, это то, что истинно и сегодня считают одно, завтра будут считать другое, послезавтра будут считать треть. Вот это на уровне здравого смысла и обыденной практики служит основой для скептического отношения к экспертным мнениям. Понимаете? Что они там мне рассказывают? Вы понимаете, когда только пандемия началась, и когда весной в Латвии еще было незначительное количество случаев, вот те, кто все это отрицал, они говорили, скажите, а у вас среди знакомых, родственников других, есть больные ковидом? Ну, понятно, что когда было в сутки 10-15 заболевших, очень часто бывало, что мы не могли сразу назвать, что кто-то и заболел из окружения. И мы говорим, нет, видите, и у меня нету, говорили те, кто отрицает. И вроде бы люди говорят, смотри, логично ведь мыслит человек. Но я хочу обратить вот что внимание. Вот принцип конкретности истины работает по отношению к суждениям, к высказываниям, которые являются суждениями и утверждениями, когда что-то о чем-то утверждается. Но в нашей обыденной жизни основная львиная доля суждений – это не суждение утверждения, а суждение предписания. Ходи в маски, плати налоги, уступай место пожилым и так далее. Вот это суждения предписания, типа даже «хочешь быть счастливым, будь им» не могут быть ни истинными, ни ложными. Они могут быть эффективными или неэффективными. Так вот, возвращаясь к нашей пандемии, маскам, социальной дистанции и так далее. Вот это уже предписания, регулятивы. Потом уже размышляй, насколько они эффективны. Совершенно верно. Но эффективными они могут быть только тогда, если мы правильно, истинно понимаем суть феномена. Что вообще-то вирус – это организм, который в тысячу раз меньше, чем, допустим, бактерия. Что наши любимые антибиотики, эффективные по отношению к бактериям, абсолютно без помощи по отношению к вирусам. Конечно. Что ежели вирус в тысячу раз меньше бактерии, то для создания физического препятствия для него нужна преграда, через которую он, будучи вот таким, не проникнет. Не проникнет, да. Фактически как игольное ушко, да. Вот понимаете, чтобы к этим рекомендациям серьёзные люди относились серьёзно, нужно, чтобы эти рекомендации базировались на истинных знаниях природы, феномена, по отношению к которым эти рекомендации выдвигаются. Логично. Вот значит ли это, что фактически, если вот так мы философски размышляем, и философски практически, что когда наши государственные мужи, ну, к примеру, решают вопрос, вводить чрезвычайную ситуацию и не вводить, мы знаем, что там тоже есть разные, так можно сказать, философские подходы. Одни говорят, что, вы знаете, ну, вот мы сейчас ведём чрезвычайную ситуацию, но ведь, как вы сказали, всегда есть начало и есть конец, да. Но вот когда будет этот конец, мы не знаем. Когда мы вводили первый раз весной, мы все предполагали, учёные нам говорят, что летом, видимо, вирус ослабнет, давайте на два месяца ведём, помучаемся, ничего страшного. Сейчас впереди зима, впереди ещё весна, неужели мы будем полгода держать людей как бы взаперти? Давайте не надо, говорят они. Вторая концепция, если так можно сказать, и практическая, и философская, как хотите, когда нам говорят, вот часть сторонников радикальных мер, говорят, да-да-да, вы, наверное, с одной стороны правы, но вот без предписаний, без жёстких мер наш народ, к сожалению, долго дисциплинированно быть не может. Ну, там пару недель он поддержит вот этот вот, не знаю, масочный режим или самоизоляция, потом скажет, слушайте, надоело, мы уже достали, так сказать, мы хотим жить, не знаю, веселиться, развлекаться, ну, что же вы нас под домашний арест посадили? Поэтому только жёсткие меры. Вот как эти две концепции уживаются? Как найти вот золотую середину? Так вот, Абик, ну, в принципе, широкая публика вообще-то должна уважительно относиться к мнению экспертов. По определению, да? Веря хотя бы в то, что они являются носителями истинных знаний о природе того, о чём идёт речь. Поэтому вообще-то специалистов и педемиологов нужно внимательно слушать. Если ты хочешь оценить меры, принимаемые правительствами и разными службами как средства защиты от этого, нужно поинтересоваться, как всё-таки, каковы истинные представления о природе феномена. А потом уже высказывать своё мнение о том, насколько рекомендую меры соответствуют тому, к чему мы стремимся. Вот где возможна, как сказать, дискуссия. Но она должна быть основана на фактах, а не на каких-то мнениях. Но вы видите, что происходит. До сих пор же некоторые в том же интернете на полном серьёзе отстаивают концепцию плоскости Земли. На полном серьёзе говорят о путешествии во времени. Или в будущее, или в прошлом. Вы очень трезвыми, я так понимаю. Да, естественно, естественно. Я уже не говорю про проекты вечных двигателей, и бог ещё знает что, понимаете. Хотя, казалось бы, с этим всё ясно. Но ясно небольшой части населения, которое понимает, что выводов из специальной теории относительности о природе, пространстве и времени на уровне обыденном, следующее, что вообще-то времени и пространства, как самих по себе, вообще не существует. Это не материя в таком понимании. Всё, наверное, это не субстрат, не субстанция. Существует другое. Есть реальные материальные объекты. Изменчивость их, они такие, что всё время меняются. Изменчивость их есть и есть время. Эти материальные объекты имеют какую-то протяжённость, как-то расположены один подле другого. Протяжённость этих объектов и взаиморасположенность их есть пространство. Но пространство как такового, как вместилище, вообще не существует. Так вот, получается, что времени вообще-то, как реальности, не существует вообще. А некоторые в ней путешествуют в прошлое или собираются уехать в будущее. Причём на полном мере. И, в принципе, даже иногда люди, как говорят, с верхним образованием. Но, извините, существуют эксперименты, существует их научное объяснение и существуют интерпретации научного понимания. На уровне, как говорят, здравого смысла. Вот одно из которых я вам сейчас и предлагаю. Свою собственную. Что касается студентов XXI века, которых вы обучаете, и вы хотите видеть, чтобы это были люди современные, мыслящие и так далее. Что с точки зрения философии в образовании нужно менять или уже меняется, или вы пытаетесь с коллегами в вашей академии поменять? Я сейчас не говорю про технологии, мы уже это обсудили, что понятно, что интернет пришёл, это данность и так далее. Вот всё-таки, чему вы сейчас пытаетесь, ну, наверное, научить не то слово, там в ВУЗ всё-таки приходят взрослые люди, но тем не менее. Ну, знаете, мы, я имею в виду, вот мы, себя и Балтийскую международную академию, в которой работают, мы сейчас задачей number one для себя считаем научить пониманию. Вы знаете, не зубрёжкой, а именно пониманием. Именно пониманием. Знаете, понимание заменяет зубрёжкой. Если чётко понимаешь, то даже забыв термины, с помощью которых этот феномен описывался, ты всё равно это помнишь на всё оставшуюся жизнь. Главный принцип понимать, да. А если Марья Ивановна в школе, вразумительно, объяснила принцип работы четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания, то через 40 лет на вопрос своего ребёнка, «Папа, а как работает мотор нашей машины?» Вы, забыв специальные термины, там верхняя мёртвая точка, нижняя мёртвая точка, рабочий ход и прочее, колен, вал, шатун, вы забываете термины, извините, чуть ли не, даже матерными словами сможете объяснить принцип работы. Вы не забыли это, и вы то, что чётко понимаешь, никогда не забываешь. Но есть другая угроза. Знаете, понимание начинается с понимания своего недопонимания. Когда что-то понимаешь, тогда и понимаешь, что чего-то недопонимаешь. Как это? Если ничего не понимаешь, то не понимаешь и того, что не понимаешь. Вот это не игра слов. Это не моя любимая игра слов, которую я когда-то придумал. Это отражение существа природы понимания. И вот для того, чтобы вызвать ватайший интерес к учёбе, знаете, когда человек чётко что-то понимает, он получает мощное эмоциональное удовлетворение. Мощное, не меньшее, чем от еды или питья. И вот если ты заранишь в человека вот это стремление к чёткому пониманию, и он начнёт от этого получать удовольствие, то, знаешь, ты потенциально получаешь прекрасного студента, который будет учиться, и у этой учёбы будет какой-то результат. А если он твои слова записывает в свой конспект, минуя свою голову... Просто автоматически, да. Потом зазубривает, что-то отвечает, да. Толку с этого не будет. А потом всё равно из оперативной памяти в кратковременную и долговременную уходит только небольшое число информации. Всё равно с необходимостью многое забывается. Это, по-моему, вы сказали, по крайней мере, мне кажется, несколько лет тому назад в нашем эфире, что образование, в принципе, ну, то, что у тебя остаётся, когда ты уже всё остальное забыл, да? Да, совершенно верно. Образование то, что остаётся, когда всё выучено и забыто. Но, как ни парадоксально, когда даже всё выучено, но в случае понимания хотя бы части того, что ты учил, остаётся, тем не менее, знаете, интуитивная способность ориентироваться в окружении. Вот американские психологи неоднократно проводили эксперименты в значении образования, допустим, для каждодневного бытия. Например, эксперимент на домохозяйках. Выясняется в результате эксперимента, что домохозяйки с высшим образованием убирают грязную посуду со стола даже по несколько другому алгоритму, чем без высшего образования. Понимаешь? Поэтому, конечно, всякое образование и всякое знание полезно. При условии, что это знание истинное, и при условии, что ты понимаешь его суть. Поэтому понимание чрезвычайно важно. Вот если мы говорим, может быть, о таком понимании, как латвийская философия, латвийские философы, я знаю, что было несколько таких уважаемых людей. Понятно, что все фамилии мы не сможем перечислить, но, может быть, так, чтобы наши радиослушатели понимали, вот эти латвийские философы, они, ну, как бы, вносили вклад, если так можно сказать, в мировую философию, или они пытались, не знаю, ближе вот конкретной, не знаю, местности философствовать, если так можно сказать. Чуть-чуть пояснить. Вы знаете, в разной степени и то, и другое. Например, в Латвии жили, правда, философы немецкого происхождения в основном, которые бесспорный вклад сделали и в мировую философию, да? Но в Латвии были, и, я надеюсь, есть, и такие философы, которые, ну, если не устраивали философских революций, то нечто существенное для развития философии бесспорно делали. Ну, вот из последних, например, можно вспомнить такого латышского философа, как Валаскаун Петерис, который вообще-то не только философ был, но и известным государственным деятелем, вот, председателем, там, Верховного Совета в своё время, да? Но, тем не менее, доктор философских наук, который внёс существ вклад в развитие истории философии и философских вопросов естествознания. Палевич Милда, тоже такая известная латышская философия. Штенберг Валентин Августович, который, кстати, в своё время, будучи ректором Латвийского университета, был инициатором открытия в Латвийском университете историко-философского факультета. И вот уже многие годы, даже десятилетия, Латвийский университет готовит небольшое число философов. На философию принимают далеко не каждый год, в своё время принимают через год и так далее, но, тем не менее, тоже подготовка философии окажется. Ну, существенный вклад в философию внёс, например, я уверен, полагаю и готов это доказывать. Мой непосредственно учитель Верин Юрий Петрович, который долгие годы заведовал кафедрой философии в том же Латвийском университете. Интересной и значимой философской личностью был Рутман Исвенас Карлович, с которым я познакомился, слушая его курс философии в Рижском политехническом институте и так далее. Ну, есть и сейчас мои коллеги-философы, которых я пользуюсь случаем, кстати, поздравляю с этим Всемирным днём философии. Вот в Балтийской международной академии, вы знаете не хуже меня, есть такой философ в полном смысле этого слова, Всеволод Ярославович Качан, который читает курс философии в тех программах, которые Балтийская международная академия реализует. Курс философии у нас является обязательным общепраздовательным курсом для всех специальностей, и для юристов, и для менеджеров, и для паблоков, и для дизайнеров и так далее. Вот совсем, может, мало времени, я такой вопрос задам, он не столько философский, сколько практически, хотя, может быть, и философский. Насколько вообще возможно, как вам кажется, учитывая ваш опыт такой уникальный, и преподавание, не знаю, в советское время, потом вот в 90-е годы, вот когда это был излом и перемены, и вот сейчас с учётом этого виртуального обозвания, может ли быть так, что через несколько лет вообще мы получим только виртуальных студентов и виртуальных специалистов? То есть, условно говоря, не дойдёт ли до такого состояния, что человек вообще дома будет учиться, не знаю, 3-4-5 лет, бакалатура, магистратура, и вообще вы его увидите хорошо, если только когда он придёт за дипломом, или тоже виртуально вы как-то ему по почте будете диплом направлять. Не дойдёт ли ему до такой ситуации? Я не знаю, плохо это или хорошо, это, наверное, тема отдельного разговора, что у нас будет вот только виртуальный студент. Нет, я думаю, что до этого не дойдёт. Во-первых, есть опять объективная закономерность. Крайности встречаются крайне редко. Есть кривое распределение, нарисованное ещё в своё время математиком Гауссом. А вот крайности встречаются крайне редко. Кроме того, вы знаете, ну не дойдёт до этого. Вообще-то в последние десятилетия роль самообразования в подготовке человека как специалиста возрастает. Но то, что мы, как сказать, будем учиться только виртуально, я уверен, что этого не будет. Будет возрастать до какого-то определённого разумного предела доля компьютерных технологий в нашем образовании и самообразовании. Но живое общение – абсолютно необходимый компонент. И он, бесспорно, в обучении науки, философии и многих других видов деятельности в той или иной мере, в той или иной доле сохранится. Поэтому думаю, что... Еще раз вас с праздником Дня философа. Будем надеяться, что мы будем в будущем уже осмыслять уже постпандемийную эпоху. Валерий Никифоров у нас был в студии, хабилитерный доктор наук из Балтийской международной академии. Большое спасибо. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу поздравить в первую очередь, конечно, своих коллег-философов с Днем Всемирным Днем Философии. Ну, и в силу того, что очень многие среди нас, если не по образованию и виду деятельности, а по складу ума и отношению к жизни философов, то поздравить и всех остальных наших слушателей со Всемирным Днем Философии. Спасибо за приглашение, спасибо за внимание и вам тоже успехов и в период пандемии, и в постпандемийский период тоже.